Лена, скажите, пожалуйста, ну в продолжение, в принципе, нашего сегодняшнего эфира и важной сегодняшней темы, связанной с облавами на людей, которые не хотят воевать, и которые, ну вообще, такого регламента вообще нет, чтобы людей останавливали на улице, в офис приходили, в торговом центре и так далее. Проверяли документы и забирали с собой в военкомат, и там держали и не отпускали. Но при этом это происходит. Сегодня это активно происходило в Москве. Что делать в такой ситуации, Лен? А вы знаете, я была готова к этой ситуации, потому что лет 10 назад такая же картина маслом происходила в отношении призывников. И мы, когда я работала в солдатских материалах в Санкт-Петербурге, и мы научились научать людей, как ненасильственно сопротивляться этому насилию. И здесь есть несколько этапов. Первый этап – это разговор с полицейским. Значит, вы должны держать в голове, что у нас армия не является местом лишения свободы, что человека нельзя в наказание за суд взять и поместить туда, значит, в армию. Есть процессуальные действия. Но первый шаг – это общение с полицейским. Когда вы общаетесь с полицейским, не надо отдавать паспорт. Привыкните, пожалуйста. Не надо находиться один на один жертва-каратель. Ситуация, которую никто не знает. Первое, что нужно сделать, когда вас останавливает полицейский, это разомкнуть этот замкнутый круг жертва-каратель. И сказать, документики? Хорошо, улыбаетесь вы, хотя вас-то колбасит. И говорите, сейчас секундочку, а то меня вот там ждут, буквально предупрежу, что я задерживаюсь. Алло, алло, Мария Ивановна? Или там, Иван Петрович, я немножечко задерживаюсь, потому что я вот нахожусь у станции метро такая-то, и вот беседую с сотрудником полиции, и вот так вот смотрите, нагрудный знак. Нагрудный знак, записывай, буковки, циферки. Если нагрудного знака нет, будьте нам удостоверение, покажите, пожалуйста. Сейчас я то показываю. Нагрудный знак задиктовываете. И дальше говорите, понеси немножечко на трубочки. И вам говорят, ваши документы. Говорите, хорошо, сейчас достану свои папочки из рюкзачка, свои документы. Достаете из рюкзака не паспорт, а папку. Ну, у меня в листочке, здесь папочку, да, файлики такие. Открываете, закрываете. Ага, паспорт. Если не секрет, а через чем проверка документов? А мобилизация? Ну, хорошо. Вот у меня здесь в папочке копия паспорта. А паспорт я берегу. Берегу, чтобы не потерять, в дужу не уронить. Или вообще говорили, мама, боитесь, что я женюсь, отобрала у меня паспорт. Вот смотрите, видите, написано, вот это я. Похож? Похож. Что вы хотите? Что у меня с военкоматом? А видите, я написала заявление на альтернативную гражданскую службу, я не пойду в армию людей убивать, не пойду я на войну. Видите, вот я отправила, вот я это самое, сейчас готовлю, отправляю его в военкомат. Сходите на что-то такое, нет? Что вы хотите сделать? Вы хотите повестку мне вручить? Вручайте повестку. Нет, с вами я никуда не пойду. Мария Ивановна, значит, куда вы мне предлагаете пройти? Вот, значит, тут сотрудник полиции предлагает мне, зачем-то с ним идти. Куда, с какой целью, да? Поясните, пожалуйста, значит, доставлять военкомат на мероприятие нельзя. В соответствии с совместным приказом МВД и Минобороны, если у вас есть обращение от военного комиссара, оно может быть либо вручить мне повестку, вручайте мне повестку, или какое у вас обращение, покажите мне обращение. Вот списки мне не нужно, обращения какие есть. Давайте повестку, я никуда с вами не иду. Значит, понимаете, дело в том, что здесь происходит такая же игра. Я вас имею в виду, что в конце концов вам вручат повестку и отстанут от вас. Значит, если не отстанут, у меня вот вчера вечером был случай, когда мне в Москве звонил парень, который слушал наши созвоны в телеграм-канале нашем, где же я сознательный отказчик, как он правил созвоны, где людям рассказываем. И он был именно созвонов, там даже что-то слышал, у него подготовленное заявление на АГС, было где-то там на листочках написанное. Но когда он ушел, его скрутили, что называется, и доставили в военкомат. И он мне пишет смс-ку, Лена, меня доставили в военкомат, я вот тут сижу. Я говорю, ну что сидеть, говорит, надо говорить. У нас доставление в военкомат, привод в военкомат предусмотрен в одном случае. Если гражданин якобы совершил когда-либо административное правонарушение в сфере воинского учета, там не явился по повестке, да, военный комиссар в соответствии с этим совместным приказом МВД и Минобороны имеет право отправить обращение в органы внутренних дел. Там вообще всего два может быть обращения. Если он не может найти человека, установите местонахождение и вручите ему повестку, да, и прикрепляется повестка. Если человек совершил административное правонарушение, найдите, пожалуйста, человека и осуществите, это называется, не доставление, а привод. Приведите человека для составления протокола в административном правонарушении. И тогда, значит, для составления протокола, не для медосвидетельствования, не для призывной комиссии, не отлавки в армию, а для составления протокола. То есть я понимаю, самое важное в этой ситуации, нужно знать свои права и уметь отказываться, конечно, максимально. Да, 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 как это, из серии, можно не... Да, если можно, я расскажу, или у нас мало времени. У нас уже совсем мало времени, да. Совсем мало времени. Короче, парень сказал, вы сюда для чего меня составили? Представьтесь, пожалуйста. Он видео сделал, он заснял видео в военкомате. Лица этих людей, мы выложим их на нашем YouTube-канале и говорят, где постановление? Покажите мне постановление о возбуждении. Лица ничего не говорят. Значит, сейчас он вышел туда с повесткой, пишет в прокуратуры, во все прокуратуры военные. Я звонила, лично звонила в гарнизонную прокуратуру и говорила дежурному, будьте дабыли, запишите, пожалуйста, телефонограмму для прокурора. Это должна делать не Лена Попова, а родственники, близкие этого человека, понимаете? Запишите, пожалуйста, телефонограмму для прокурора. И говорю, военный комиссар необоснованно дал распоряжение о приводе, никакого протокола не составлялось на пустом месте, потому что если было какое-то административное правонарушение, почему не составляют протокол? Почему было обращение о приводе, а нет никакого административного разбирательства? Значит, безосновательно, необоснованно вынес это обращение в органы внутренних дел о приводе человека. Понимаете? И он пишет жалобу на действия, когда это не полиция виновата, это военный комиссар, который необоснованно это дело направил в полицию. И пишет жалобу на это дело, и сейчас покажет им, и заявление на ГЭС поддаст уже, наконец. Лена, спасибо большое. Давайте вместе последим за историей этого человека. Я очень хотела бы, чтобы он попал на войну и отбился, и еще им доказал, и, может быть, их когда-нибудь накажут, хотя в это я, к сожалению, вообще не верю. Спасибо большое. Это была Лена Попова, координатор движения сознательных отказчиков от военной службы. Наверное, имеет смысл запомнить ее имя. И я хочу взять еще один звонок, потому что мне кажется, что это очень важная часть нашей программы. И я хочу взять еще один звонок.